Сталкиваться со стрессом на работе приходится каждому из нас. И для медиков эта проблема весьма актуальна. Ведь ежедневно они общаются с большим количеством людей. Невозможно, да и нельзя это никак, относиться к пациентам как к дровам. Все равно волей-неволей ты чувствуешь их боль, носишь это с собой домой. И как-то с этим нужно бороться. Чтобы не переносить невзгоды на родных, Олеся Абдурашитова, например, вяжет. В коллекции не один десяток таких игрушек. Медсестра их даже продает, но не для собственной выгоды. Очень большое количество моего свободного времени посвящается помощи бездомным животным. Я волонтер в группе «Право на жизнь». Игрушечки продаются, выручка идет в фонд этой группы. Виталий Осипов работает в больнице инженером, но со стрессом тоже сталкивается часто. Говорит, все дело в потоке информации. Отдыхает с помощью холста и кисти. Пишет пейзажи, натюрморты и портреты. Два босса. Это два наших начальника, руководителя отделов. Также наши старшие и наш младший состав. А метод борьбы со стрессом Евгения Сатарова и вовсе перерос в профессиональное увлечение. Травматолог-ортопед занимается дизайном аквариумов. Он даже занял второе место на всероссийском конкурсе. Сейчас развивается направление естественного аквариума. То есть никаких пластиковых растений, каких-то неестественных грунтов. То есть все именно естественное. Настоящие живые растения, улитки, рыбы, гидропионты так называемые. Но самым популярным методом борьбы со стрессом среди медиков остается спорт. Врачи и сестры ходят в бассейн. Не забывают про лыжи, коньки и, конечно, тренажерный зал. Идет какая-то эмоциональная разрядка, гормональный выброс, который все-таки купирует в себе вот эти все негативные эмоции, негативные моменты. Естественно, после хороших физических упражнений ты себя чувствуешь намного лучше, чем до. Еще для поддержания настроения врачи ходят на зимнюю рыбалку, другие гуляют с собаками. Горожанам же медики советуют выбрать свой метод борьбы со стрессом, чтобы всегда находиться в гармонии с душой.